Если человек следует принципам Бхагавад-гиты, он сможет обрести чистоту. Иногда люди спрашивают, почему Вы называете Бхагавад-гитой, как она есть. Шла Прабхупада говорил, что мы представили Бхагавад-гиту так, как в том же настроении, что и Господь передает ее Аржуне без изменений. Бхагавад-гита была переведена более чем на 60 языков мира. Бхагавад-гита была переведена более чем на 60 языках. 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 Бхагавад-гита сказал, что мы должны носить этот стих привязанным на шее, как гирлянду. В этом мире множество видов двойственности, жара, холод, иногда люди вас ценят, иногда нет. Но мы должны сохранять терпение. Говорится, что мы должны быть более терпеливыми, чем дерево. Дерево терпит зиму и лето, кто-то пытается срубить его. Дерево не мстит, оно сохраняет терпение. Поэтому дерево считают образцом терпения. Также следует быть в смирении травы на улице. Трава не мстит, если кто-то наступает ей на голову. Мы должны выражать также почтение другим, не требуя почтения взамен. И это не так, что если кто-то не выражает вам почтение, вы тоже не будете выражать ему почтение. Дерево Тарады Однажды духовный брат сказал, что мне нужен тоник для того, чтобы развить любовь к Богу. Прабхупада ответил, что формула у меня есть, но сам тоник я еще не приготовил. Тот спросил, какая же формула шлапупада, ответил, что тринада пейсуньичина. Так, материальная энергия всегда хочет отвлечь нас. Очень сложно преодолеть материальную энергию. Но тот, кто вручает себя Господу, Господь освобождает его. Господь в сердце каждого, в форме параматмы. Когда вы заходите в прекрасный сад, вы видите там ароматные цветы. Точно так же, если у нас есть желание очиститься, Господь чувствует это, и Он поможет нам изнутри. Если мы хотим стать ближе к Господу, Он поможет нам. Если мы хотим забыть Его, Он дам с нами возможность забыть Его. Материалист не может этого понять. Кто же наблюдает за всем происходящим? Когда шлапупада учился в шотландском колледже в Калькутте, там был профессор. И они спрашивали учеников ваших писаний, говорится о карме. Кто же является свидетелем всех наших поступков? Материалисты не могут понять, что Господь находится в сердце. Поэтому это знание принимается как царь всего знания. Что касается материального знания, его можно получить повсюду. Но в отношении духовного знания Шила Бхахсидан Сарасвати говорил, что это именно то, чего недостает в современном обществе. Шилапупада затратил большие усилия для того, чтобы сделать эти знания доступными для нас. Поэтому Шилапупада хотел, чтобы все наши брахманы хорошенько усвоили это знание и могли давать советы по всем вопросам нашему обществу. Шилапупада дал нам столько книг. Даже если мы будем читать их все, даже за течение всей жизни, конечно же, мы не сможем усвоить все это знание. И также мы должны на практике научиться применять все это знание. И все, кто получают сегодня брахманическую инициацию, должны постепенно развить все эти качества брахманов. И ориентируйте! Я не знаю, я не знаю. Был один мальчик Браман, ученик спросил мальчика, скажи мне, кто твой отец? Мальчик ответил, я не знаю, и он отправился к матери спросить. Мать ответила, что я не знаю, и поскольку этот мальчик обладал качественным правом, но он пришел и честно сказал, мама сказала, что не знает, кто мой отец. Тогда учитель принял его. Из этого мы можем понять, что Браман должен быть правдивым, он ничего не скрывает. Итак, мы должны стать Браманами не только по названию, мы должны на практике проявлять эти качества. Так, те, кто сегодня получают Браманическую реценцию, должны серьезно отнестись к тому, чтобы развить эти Браманические качества на практике. И Брамана должен ежедневно повторять не меньше шестнадцати кругов на четках, в праздничные дни не меньше двадцати пяти кругов. Также мы должны очищать свое сердце от анард. Все, что благоприятно для преданного служения, мы должны принимать, то, что препятствует преданному служению должны отвергать. Когда Шила Прабхупада начинал свою проповедь, он проповедовал среди молодежи, которая была привязана к наркотикам. Но благодаря тому, что они приняли воспевание святых имен, они постепенно очистились и стали преданными. даже американское правительство признало, что ваша организация такая замечательная. Столько молодых людей, которые были привязаны к наркотикам, сейчас оставили все это и приняли у вас прибежище. И после получения брахманической инициации, если вы будете что-то нарушать, будете совершать оскорбления, вы получите соответствующие последствия. А если не будете совершать оскорбления, будете серьезно относиться к своей практике, то будете продвигаться духовно. На этом лекция закончилась. После ягни все по очереди должны подходить ко мне, и я буду вручать шнуры и давать мандру гаэтри. Спасибо. 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 Спасибо.